Уважаемый господин президент, я Мусин Орамбасар, 72-летний человек, с болью в сердце вынужден обратиться к вам за защитой от преследования со стороны своего родного младшего брата Мусина Аслана, ранее облаченного большой властью и до сих пор сохранившего большое влияние в Актюбинском регионе. Горько писать такие вещи, но именно родной младший брат посредством рейдерства, планомерно осуществляемого с 2005 года, завладел практически всем моим честно нажитым имуществом, сейчас пытается лишить последнего, тем самым оставляя меня без цели жизни, а моих детей и пятерых внуков без средств к существованию. Моего родного брата Аслана Мусина, ранее занимавшего высокие посты и входившего в тройку первых лиц государства, с 2005 года прилистил мой бизнес, взращенный мной лично с нуля, а именно с приобретения убыточного предприятия с многомиллионными долгами и превращенного посредством капиталовложений и упорного ежедневного 20-часового труда в цветущие, развитые и многопрофильные производства, настоящий агропромыш-пищевой комплекс. Предпринимательством я начал заниматься сразу после обретения нашей страной независимости и старался всегда держать от него дистанцию, учитывая его статус госслужащего, а также то, что его поведение стало кардинально меняться, причем не в лучшую сторону. Тем не менее, мне приходилось постоянно помогать ему, так как он часто обращался за помощью материального характера, но я никогда не прибегал к его помощи, как высокопоставленного чиновника, и никогда не использовал его административные ресурсы, порой безграничные, как это было мне известно по образу жизни приближенных к нему лиц. В 2003-2004 годах у меня уже было солидное предприятие, занимавшееся производством продуктов питания. Часть объекта предприятия я купил с большими, имевшимися на тот момент долгами, остальное я построил с нуля. Я хочу подчеркнуть, что мой брат никоим образом, тем более деньгами, не участвовал в становлении и развитии моего предприятия. Ползучее и планомерное лидерство с его стороны началось в 2005 году, когда Аслан, будущий Акимом Матраусской области, и тесно общаясь и работая с печально известными братьями Раскалиевыми, и как следствие ведущий аналогичный респектабельный образ жизни, попросил временно переписать 50% моей доли в бизнесе на его сына Аслбека для прикрытия роскошного образа жизни последнего, так как общественность интересовалась, откуда у ничем не занимавшегося сына государственного служащего такие фантастические финансовые возможности. Также он уверял, что владение его сыном половиной моего предприятия защитит бизнес от лидерства, что по иронии судьбы, наоборот, стало началом постепенного лидерства с его стороны. На мои возражения я услышал в ответ угрозы и даже подвергся физическому насилию со стороны младшего брата. Был избит на семейном мероприятии. Такое поведение было характерно для него. Он всегда знал, что я не захочу позора и постесняюсь говорить кому-либо об этом. И уж тем более ставит в известность общественность. Хотя многие и так знали о его психических расстройствах, о патологической жестокости в отношении близких, в том числе собственных детей. Были также и свидетели его оскорблений, угроз и физической агрессии в мой адрес. Опасаясь его угроз, нестабильного психического состояния, надеясь на то, что действительно временное и не желая осложнений для себя, своей семьи и бизнеса, я был вынужден переписать 50% доли в ДТО «Рамазан» на ослубе Камусина, в действительности не имевшего предприятия никакого отношения, не выносившего никаких материальных затрат и использовавшего предприятия для своих личных целей, в том числе для раздачи материальных благ своему окружению. Для вида для сына Аслана Камусина на предприятии даже был организован кабинет, в котором тот периодически появлялся, тем самым создавая имидж работающего и якобы зарабатывающего молодого человека. Впоследствии доля ослубека частями сначала 25%, а потом в 2011 году еще 25% была по указанию Аслана Камусина переписана на его младшего сына, Саурамбека Камусина, со школьных лет постоянно проживавшего за рубежом и последние годы на территории Латвии. Позже мне стало известно, что для Аслана Камусина было очень важно, что его сыновья в Казахстане владели бизнесом с большими оборотами, так как это облегчало ему разъяснение за рубежом факт происхождения имеющихся у него колоссальных денег. Сначала, вероятно, легализация выведенных с Казахстана капиталов шла через старшего сына, затем через младшего, после того, как он стал совершеннолетним. Непосредственно сам по себе мой бизнес, управление им, его развитие и будущее не интересовали Аслана Камусина. Деньги он в него не вкладывал, не оказывал и какую-либо иную помощь. При этом Аслан периодически просил оплачивать его расходы за счет предприятия. Того Рамазан в тот период ему в основном было нужно в качестве легитимизации своих средств, полученных им другими, по всей видимости, не совсем честными способами. Поэтому в 2016 году, не желая того, чтобы мое предприятие использовалось без моего ведома, в неизвестных мне целях я попросил Аслана или выйти из бизнеса, или выкупить его у меня. Он заверил, что ни он, ни его семья не намерены жить и работать в Казахстане, тем более в такой сложной и малорентабельной отрасли, как производство социальных продуктов. Тех средств, которые у него есть, ему и так хватит, как он сказал ему, детям и внукам, и правнукам. И поэтому за его сыном пока должна была быть сохранена имеющаяся доля. Одновременно Аслан Мусин потребовал оптимизировать Того Рамазан, оставив в нем основное производство, включающие в себя элеватор, две мельницы, крупнейший и самый современный в той области хлебозавод, новый итальянский кондитерский цех, макаронный и крупоцех и другие вспомогательные цеха и склады расположены на 10 гектарах земли с авто и железнодорожными путями в центре старой части города Артубель и отдать указанную часть ему. Остальную, по его мнению, непривлекательную часть бизнеса, а также подверженную наибольшим риском сельскохозяйственную часть, растеневодство и птицеводство было решено выделить из ТОО и передать моему сыну, которому пришлось взяться за развитие этого направления бизнеса. Для проведения указанной оптимизации и оформления соответствующих документов нужно было присутствие в Ахтубе его сына Саврамбека. Однако Аслан Мусин сказал, что его сыну по каким-то причинам нежелательно долго находиться в Казахстане. Все это создавало дополнительные сложности и процесс оптимизации растянулся на несколько лет. Тем не менее, я выполнил требования брата и произвел оптимизацию ТОО Рамазан, как он и хотел. В начале 2019 года я вновь поднял вопрос о его выходе из ТОО Рамазан. В ответ к своему неописуемому шоку, я услышал от него угрозы и новые требования отдать ему не только оставшиеся у меня 50% доли в ТОО Рамазан, но и ранее выделенные из ТОО производства, и в первую очередь птицефабрику, которую мой сын на протяжении последних трех лет развивал и в который нами были вложены огромные заемные средства для развития и проведения полной модернизации, что позволило увеличить за эти три года объем производства на 60%. Естественно, я им отказал, так как это уже переходило все мысли мои границы, причем отказал, несмотря на его угрозы, посадить меня и моего сына в тюрьму, где с нами может произойти все, что угодно. Я могу только предполагать, почему мой брат отобрал у меня большую часть моего бизнеса, а теперь хочет отобрать и оставшуюся часть. Возможно, причиной стало то, что банк в Латвии, в котором обслуживается он и его семья, и большинство счетов, которым было открыто и оформлено на его погибшего сына, Аслабяка Мусина, арестовал все счета Мусина в связи с обвинениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Возможно, что предприятия в Европе, в которые он вкладывал свои деньги, оказались не столь успешными. При этом он и его семья, жены и дети, привыкли к роскошному образу жизни. А новых источников дохода у них нет, так как ни сам Аслан, ни тем более его дети работать не привыкли. Возможно, и то, что трагическая смерть сына усугубила его психические отклонения, которыми мой брат мучается всю свою жизнь с рождения. Большую роль, вероятно, сыграло и то, что резко, оказавшись отстраненным от государственных дел, мой брат нуждается в самоутверждении. При этом он, как и все люди его психологического склада, понимает, что на чужих людях в его нынешнем положении самоутверждаться опасно. Поэтому вновь выбор напал на меня. Видимо, я учил удобные жертвы, всегда безропотно, в ущерб себе и своей семье, подчинявшейся незаконным требованиям своего полностью лишенного порядочности брата, который пользовался тем, что мне стыдно было от людей. И я всегда молчал, поскольку старался не навлекать позора на доброе имя на нашего отца. Скорее всего, на коварный и безумный шаг его подтолкнула комбинация всех этих причин. Вскоре Аслан прислал в Ахтубе своего подручного Аскара Корабаева, он же Аскар Мурзакарин, настоящей фамилией может быть другой, представлявшегося гражданином США, гражданства Республики Казахстана у него тоже есть. Его роль на тот момент заключалась в том, чтобы оказать дополнительное психологическое воздействие на меня. Он довольно убедительно и подробно описал процесс планируемого им подкупа должностных лиц, правоохранительных органов, местной исполнительной власти, органов юстиции, судов, которые в совокупности по его команде начнут осуществлять массированную атаку на меня, моего сына и наш бизнес, если не подчинюсь требованиям брата. Также он упомянул о связях Аслана с криминалитетом. Все это происходило в офисе моего предприятия. Аскар буквально не выходил из моего кабинета, продолжая передавать от моего брата угрозы мне и моей семье. В итоге не выдержав давления и угроз, в том числе и о физическом воздействии на меня и мою семью, которой я больше всего в жизни дорожу, я действительно испугался, и мое самочувствие начало стремительно ухудшаться. Пользуясь моим состоянием, присланный Аскар вынудил меня все-таки отдать безвозмездно мою долю в ТО Рамазан. Отдал бесплатно. При этом предприятие оставил я без долгов, без кредитов, с прибылью и значительными средствами на счету. Я зря надеялся на то, что мой брат на этом успокоится. Конечно же, Аслан Мусин на этом не остановился. Вскоре после захвата ТО Рамазан, Аслан вместе с Аскаром неожиданно ворвался в мой дом и потребовал отдать ему все оставшееся у нас имущество и бизнес полностью. На мой вопрос о том, как мне жить и моей семье, лишившись всего, он ответил с произведительной усмешкой. Судьба такая у тебя. При этом Аслан повторил свои угрозы, что по его указанию вся государственная машина области будет работать против меня и моей семьи, если я не подчинюсь его требованиям. Собравшись с духом, я сказал ему, что устал терпеть несправедливость, жить в страхе от собственного брата. Мир не без добрых людей, которые видят правду, и если придется, я буду бороться до конца. Я всегда старался вести свой бизнес, руководствуясь не только извлечением прибыли, но и общественной и социальной значимостью своей деятельности. Именно поэтому я занялся сельским хозяйством и производством продуктов питания. Именно поэтому я и взялся за лежавшую в то время на Баку заброшенную птицефабрику, желая обеспечить наш регион доступный для всех слоев населения продукции. В то время практически все яйцо завозилось в Ахтобе из Российской Федерации. У меня получилось реанимировать производство. А за последние три года мой сын смог превратить птицефабрику в одну из самых современных и процветающих птицефабрик в стране, полностью модернизировав и увеличив производство на 60%, чем я несказанно горжусь. Сегодня фабрика производит высококачественную продукцию, востребованную и приемлемую по ценам для населения не только Актюбинского региона, но и Уральска, Атрау, Ахтау и Кизлорды. Впервые в истории актюбинские куриные яйца вышли на экспорт и активно закупаются партнерами в Российской Федерации и даже в Афганистане. Таких же принципов социальной ответственности я придерживался и в производстве муки, круп, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий Туа Рамазан. Я приобрел это предприятие, когда оно находилось в плачевном состоянии, отремонтировал мельницу, построил еще одну новую, построил современный хлебозавод, кондитерский завод, закупил новое оборудование и технику и так далее. В период моего владения и управления компанией цена на продукцию многие годы, причем даже в кризисный период, практически не менялась. Но с момента осуществления рейдерства со стороны моего брата и прихода его людей за неполный год, цены на самую значимую социальную продукцию выросли более чем на 20%, что, по моему мнению, недопустимо. Ведь именно цены на хлеб влияют на социальное настроение не только региона, но и государства в целом. За короткий период владения и управления рейдерами моим предприятием уволены десятки людей. Многие ушли сами, видя, как рейдеры относятся к предприятию. Встала мельница, ухудшилось качество продукции. По всей видимости, совершаются финансовые и налоговые нарушения. Государство должно поддерживать социально ответственных предпринимателей, совестливых, заботящихся не только о собственном кармане, но и о людях, среди которых они живут. Такие социально ориентированные производства не должны попадать в руки мошенников и временщиков, как мои братья и его команда рейдеров, преследующих только цель личного обогащения, живущих за границей и лишенных всякой совести и патриотизма. Если эти люди завладеют и птицефабрикой, то и это предприятие ждет подобную обществу, когда цены бессовестно завышаются, из предприятия выкачивается весь ресурс, производство не поддерживается и не развивается, и в итоге просто разряется, оставляя безжизненно необходимые и доступные продукты целый регион, а сотни людей без работы. Мои слова о патриотизме не пустой звук. «Лично я не имею домов за границей и никогда не уезжал из родного Ахтубе. Всегда жил и живу. И желаю процветания своему краю, всю жизнь трудясь на благо своей страны. Нас так учили, и я детей так своих учил. Поэтому мои дети-внуки тоже живут в Казахстане, при этом живут скромно, работая и растя детей. Но мой брат другой формации, человек, развращенный неограниченной властью и деньгами, давно живущий за границей, как и его семья, и оторван от корней, лишенный родственных понятий, жаждущий только денег, ложного самоутверждения и окруживших себя подобными бесчестными людьми. Сейчас указанными лицами в отношении моего сына Мусина Ирлана и меня незаконно возбуждены и сфабрикованы уголовные дела, поражающие нелепостью и абсурдностью фабулы и обвинения. Циничность ситуации заключается в том, что заявителем является мой родной племянник Саурамбек Мусин и созданное мной предприятие Таурамазан, которое путем угроз со стороны Аслана Мусина было отобрано у меня. Поводом к возбуждению одного из уголовных дел активно расследуемых полицией Ахтубе явился факт оплаты мною, учредителем предприятия, учебы моей родной внучки, трагически скончавшейся два года назад, в юном 18-летнем возрасте. Не укладывается в голове, как могли самые родные по крови люди, родной брат и племянник, написать такое кощунственное заявление, прекрасно зная, как мы до сих пор безутешны, постигшим нас горе и оберегаем светлую память о нашей безбременно ушавшей девочке. И вот теперь меня 72-летнего человека подвергает унизительным процедурам допросов по вполне безобидному поводу – оплате обучения родной внучки. При том, что даже первокурснику юридического факультета известно, что учредители предприятия, тем более имеющие 50% долю, первый руководитель предприятия, имеет полное право на оплату обучения не только родственников, но даже и посторонних лиц, что и делают многие меценаты. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении моего сына послужил факт шестилетней в давности, якобы приобретение кухонного гарнитура на деньги предприятия, причем гарнитура официально списана с предприятия. И это при том, что прибыль предприятия на тот год составила более 900 миллионов тенге, большая часть из которых была использована семьей Аслана Мусина в личных целях, что в сотни раз несравненно больше по стоимости сыну из списанного кухонного гарнитура. Вот по таким абсурдным обвинениям и заявлениям на меня и моего сына возбуждается и расследуются уголовные дела, что полностью подтверждает угрозу моего родного брата. Подробную информацию по указанному делу я предлагаю вместе с этим заявлением. Цель данных уголовных дел – оказать дополнительное психологическое воздействие на меня и заставить мою семью отдать весь имеющийся у нашей семьи бизнес Аслану Мусину. В первую очередь отдать ему социально значимый для региона объект птицефабрику, невзирая на то, что никаких вложений в бизнес, ни денежном, ни в ином выражении Аслану Мусину и его семья никогда не осуществляли. В последнее время деятельность лиц, подвергающих нас рейдерству, усилилась и началась массированная атака при поддержке правоохранительных органов, органов юстиции, акимата, местных банковских сотрудников. Мой брат мне так и сказал – не отдашь бизнес, посажу и тебя, и сына, а потом все равно заберу и уничтожу твой бизнес. Я не верил этим угрозам до последнего, но к моему ужеству они начинают осуществляться. Более того, в судах города Ахтубе идет массированный атака со стороны команды моего брата на наш бизнес, вернее остатки нашего бизнеса, после рейдерства посредством подачи на нас многочисленных исков. Причем указанные иски подаются от имени моего предприятия, одобранного у меня, и от имени новоявленного владельца нашего бизнеса, моего племянника Савурамбека Мусина. В последние дни мы узнали, что отдельные банки-кредиторы приняли решение остановить работу птицефабрики вопреки законам законодательства, положению кредитных соглашений и самих коммерческих интересов, несмотря на то, что все договорные обязательства по кредитам аккуратно и вовременно нами исполняются. И это несмотря на то, что по основному вопросу отъему птицефабрики по искам родного племянника Савурамбека Мусина суд только перешел к стадии рассмотрения и далек от принятия, и тем более вступления в силу решения. Когда мы начали узнавать причину такого решения, мы узнали, что на банке идет давление от людей моего брата, а также от конкретных руководителей областного Акимата на уровне заместителя Акима. Нам также стало известно, что один из местных руководителей АТФ-банка, вопреки интересам своего работодателя, уже на протяжении года активно участвует и содействует рейдерскому захвату нашего бизнеса. То есть рейдерство продолжается уже не только путем угроз, посредством возбуждения уголовных дел, подачи многочисленных исков, но и вовлечением ряда других должностных лиц и организаций. В связи с создавшейся ситуацией, когда наделенные властью и полномочиями должностные лица региона с молчаливого согласия надзирающего органа города Ахтубе используются моим братом и его приспешниками с целью оказания психологического давления на мою семью и работников птицефабрики, с целью захвата и уничтожения оставшегося у нас бизнеса и имущества, прошу принять меры по недопущению дальнейшего грубейшего нарушения конституционных прав и свобод членов моей семьи и работников предприятия и дать поручение рассмотреть законность возбуждения и расследования уголовных дел в отношении меня и моего сына. Господин президент, прошу вас как гаранта соблюдения конституционных прав граждан дать поручение объективно разобраться по всем вышеизложенным фактам и по уголовному делу по факту реестр моего бизнеса со стороны Аслана Мусина и его сына Саврамбека Асхара Мурзакарима Карабаева и его приспешников и поручить расследование дела Департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, так как проведение объективного следствия в городе Ахтубе в отношении указанного лица невозможно, поскольку многие действующие должностные лица региона активно вовлечены и содействуют указанным рейтерским действиям. Со своей стороны, я готов предоставить следователям всю имеющую за меня информацию, включая именно лиц, входящих в данную преступную группировку. Оттверждением всему служат незаконные действия следователей Мангазина и Мангазиной, выразящиеся в предъявлении квалификации преступного деяния, то есть признание моего сына обвиняемым и в получении на него санкции на арест по надумным основаниям, якобы за уклонение от следственных действий. В то время, как мой сын и я добросовестно являлись по первому требованию органу досудебного расследования, в частности, 10 февраля мой сын прибыл из Нарсултана в Ахтубе по вызову следователя Мангазины, безрезультатно прождал проведение следственных действий три дня, но так не дождавшись, был вынужден вернуться домой к семье. Сегодня она вновь вызвала моего сына за то, что он и его адвокаты сообщили, что прибудут во вторник после праздников. Таким образом, санкции на розыск и меры пресечения в виде ареста были получены незаконно, что также свидетельствует о заказном характере сфабрикованных против нас уголовных дел, в связи с чем указанные в поручении сведения о том, что мой сын с 5 января скрывается от органов уголовного преступления, являются абсолютной ложью. Так как 10 февраля он прибывал из Нарсултана в Ахтубе вместе с адвокатом, что подтверждается авиабилетами и телефонными разговорами. Из этого следует, что представленные в следственный суд для получения розыскной санкции материалы следователя Мемангазина полностью сфальсифицированы. Также обращаем ваше внимание, что хозяйственные споры, возникшие участниками ТО родственниками, должны разрешаться в порядке гражданского судопроизводства. Все указанные дела не подлежали регистрации и проведения по ним судебного расследования. Выше указанное полностью дословно подтвердила Генеральная прокуратура в своем ответе от 28 февраля на мои обращения о незаконности возбуждения в отношении нас уголовных дел. Так, согласно ответу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, факты, изложенные в поданных на нас заявлениях, имеют исключительно гражданско-правовый характер, то есть не образуют состав уголовных преступлений. Данный ответ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан предлагается к моему обращению. Я долго хранил молчание, надеялся, что мой младший брат образумится, но сегодняшний арест моего сына переполнил чашу моего терпения. Я прошу вас, господин президент и общественность, вмешаться и образумить распоясавшегося бывшего небожителя Аслана Мусина и поддерживающих его некоторых руководителей властных структур. С уважением, Мусин Ормасан.